Крупнейший банк России Сбер отчитался по МСФО за 2023 год. Он стал рекордным. Чистая прибыль Сбера год-году выросла в 5 раз и превысила 1,5 трлн рублей. Рентабельность капитала составила 25%, а кредитный портфель вырос на 27. Акции реагируют на отчет ростом. Это экономика главная. В студии Татьяна Вишегара. Здравствуйте. Сбер отозвал лицензию у банка Гефест. Он занимал 366 место по величине активов. Регулятор отмечает, что организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов и нормативные акты Банка России. Сбер за последний год неоднократно предупреждал банк и вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Однако Гефест не исправил нарушения. Центробанк отмечает, что в последнее время Гефест был убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефицарами. При этом более 60% кредитов составляли низкокачественные суды. Из-за этого банк совершал операции, обеспечивающие формальное соблюдение требований к величине капитала. ЦБ назначил временную администрацию. Ее функции будет выполнять агентство по страхованию вкладов. Клиентам Гефеста вернут деньги в 100% размере остатка, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. АСВ начнет выплаты не позднее 13 марта. Они предварительно оцениваются всего в 180 миллионов рублей. Отмечу, что это второй отзыв лицензии за 7 дней. 21 февраля ее лишился Киви-банк. До этого регулятор не отзывал лицензии полтора года. Эксперты считают, что сценария 2014-2016 годов в банковской сфере не повторится, потому что сейчас у Центробанка другие мотивы. Те меры, которые предпринимает сегодня Центробанк, но помимо обеспечения надежности и устойчивости банков, связаны с тем, чтобы такие вот раздебные операции проводить было невозможно. Поэтому пресекаются те каналы, через которые такие расчеты могли проводиться. В частности, вот эти два банка, вот по сообщениям ЦБ, наказаны в том числе и за несоблюдение дисциплины в антиотмывочном законодательстве. То есть как бы серые, непонятные или вообще черные там переводы. Также стали известны некоторые подробности относительно ликвидации Киви-банка. Как пишет коммерсат, потенциальный объем требований и кредиторов организации может составить до 35 миллиардов рублей. Основная сумма находилась на счетах юрлиц, а также на кошельках физлиц, которые не попадают под условия страхования вкладов. Тем не менее, эксперты, опрошенные изданием, уверены, что объема ликвидных активов на балансе банка должно хватить на расчеты со всеми кредиторами. Более того, у собственников также есть шанс получить остатки средств. Они уйдут в акционерное общество Киви. Китай не смог заменить Россию. И Евросоюз в поставках техники и комплектующих. Об этом говорится в статье экономистов Александра Кнобеля и Александра Ферончука. Для Эконс Онлайн. На нее ссылается коммерсант. По расчетам экспертов, совокупный импорт Москвы практически вернулся к докризисным уровням. Это во многом произошло за счет роста поставок из Китая и прочих нейтральных стран. Доля КНР в импорте при этом выросла с 27 до 45 процентов, а доля развитых стран рухнула с 47 до 17. Авторы статьи выделяют именно поставки техники. Прямо ввоз таких товаров из ЕС почти прекратился, но замещение китайскими товарами наблюдается только в части тракторов и легковых автомобилей. При этом поставки запчастей и комплектующих растут слабо, что говорит об ограниченном результате усилий по локализации производства. К Нобел и Ферончук подчеркивают, такой уровень концентрации импорта сам по себе несет риски. Из-за сильной зависимости России от товаров из КНР у Пекина будет очень сильная переговорная позиция в любом споре. Для Китая же Москва остается вторичным рынком сбыта с долей в 3,4%. Также за последние пару лет изменилась и структура российского торгового баланса. Теперь его профицит обеспечивают различные нейтральные страны. Однако не все из них в полной мере платежеспособны. Экономисты отмечают, что в такой двусторонней торговле все более важной становится проблема взаимных расчетов, а именно валюта, в которой проходят транзакции. Кстати, как отмечает коммерсант, проблему зависших индийских рупий удалось разрешить, в том числе за счет использования других валют и золота. Центральный банк впервые раскрыл детали обсуждений при решении поставки. Регулятор выпустил протокол, аналогичный минуткам американского ФРС. Из документа следует, что основная дискуссия членов Совета директоров ЦБ на заседании 16 февраля развернулась вокруг устойчивости замедления инфляции, природе роста ВВП и напряженности на рынке труда. Кроме варианта сохранения ставки на уровне 16%, участники обсуждения также рассматривали сценарий с ее повышением на 100 базисных пунктов. При этом члены Совета отмечали, что жесткие денежно-кредитные условия начинают работать. Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, хотя все участники и согласились с этим выводом, у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции с учетом сохраняющихся высоких инфляционных рисков и общей неопределенности. С одной стороны, рост цен по всем показателям действительно замедлился. Однако на обсуждении также было высказано мнение, что замедление инфляции в большей степени связано с разовыми факторами. В ходе дискуссии ее участники также указали на сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания. В январе они упали до 11,9%, однако остаются высокими и не заякоренными. Кроме того, члены Совета директоров ЦБ обратили внимание на быстрый рост ВВП в прошлом году. Темпы сложились существенно выше октябрьских оценок. Такая динамика может быть связана как с большим приростом потенциала экономики, так и с большим положительным разрывом выпуска. Правда, в первом случае увеличение естественное, поскольку оно происходит вследствие повышения эффективности труда и ввода новых мощностей. Во втором же случае экономика растет быстрее своих объективных возможностей и предложение не успевает за спросом. Также одной из главных тем обсуждения стала ситуация на рынке труда. Участники дискуссии подчеркивают, что с одной стороны тенденции остаются прежними. Исторически низкий уровень безработицы предприятиям не хватает рабочих рук. Но с другой стороны работодателям удалось компенсировать нехватку кадров привлечением сотрудников из других регионов. Мнения относительно будущей траектории ключевой ставки также разделились. Большинство ожидает, что снижать ее начнут только во второй половине 2024-го. Однако некоторые не исключили, что это произойдет рано. Все сошлись во мнении, что смягчать денежно-кредитную политику стоит с осторожностью. Еврокомиссия раскрыла подробности принципа «ноу-Раша» в международной торговле. Экспортеры из стран ЕС не должны продавать попадающие под санкции товары третьим странам, если те отказываются прописать условия о запрете реэкспорта в Россию. А если оговорка «ноу-Раша» нарушена, поставщики должны принять меры и наказать покупателей, например, разорвав контракт или потребовав выплатить неустойку. На данный момент к таким чувствительным товарам относятся летательные космические аппараты, некоторые авиационные товары, в том числе топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах. К ним относятся в том числе микросхемы, цифровые камеры, диоды и так далее. Однако эксперты, опрошенные РБК, считают, что в будущем оговорка о запрете реэкспорта может распространиться и на другие товары. Таким образом, ЕК планирует усилить контроль за исполнением санкций и увеличить их эффект. Отмечу, что пока ни Великобритания, ни США не анонсировали аналогичных требований для своих экспортеров. Напомню, что ЕС ввел 12-й пакет санкций в декабре 2023 года. В рамках этого пакета Евросоюз обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных санкционных продуктов в третьи страны прописывать условия, запрещающие реэкспорт в Россию. Аналитики уверены, никакое контрактное положение не помешает тем, кто намерен нарушить договор, сделать это. И отмечают, что как только самолет реэкспортирован в Россию, почти ничего нельзя сделать, чтобы вернуть его обратно. И при том, что санкции оказались достаточно эффективны, урон от них был компенсирован способностью России найти альтернативных поставщиков. К этой минуте у меня все. Оставайтесь на РБК.